22 июня ровно в 4 утра. 73 года назад фашисты напали на Советский Союз. В память об этой скорбной дате владимирцы собрались у Вечного Огня, чтобы почтить тех, кто не вернулся с той страшной войны. В 4 утра на площади Победы собрались все неравнодушные. Наши предки воевали за нас, поэтому я считаю, что важно помнить об этом. Тем более в день начала войны нетрудно летом собраться и отдать честь нашим предкам, которые нас воевали. Война, которую выиграл советский народ благодаря мужеству, силе, хорошей военной подготовке, силе духа. В этом году он особенный. Следующий год, этот год, 70 лет Победы. Несмотря на то, что почти все собравшиеся родились в мирное время, каждый из них понимает цену мирного неба над головой. Задача живущих в виде поколений делать все возможное, чтобы не вернулась эта страшная война, чтобы всегда был мир во всем мире, чтобы наша страна продолжала оставаться одной из самых могучих стран на Земле. И сегодня, когда в некоторых странах в этом мире начинает поднимать голову неофашизм, мы должны сказать, нет войне. В этом году по инициативе губернатора Светланы Орловой ко дню памяти и скорби приурочили веломарафон по патриотическому маршруту. Несмотря на проливной дождь, чиновники ловко оседлали велосипеды и стартовали в сторону Доброго. Колонну возглавила сама губернатор. Участники велопробега возложили цветы у школы номер один и зданию культурного центра на Соборной площади. Здесь в годы войны были организованы госпитали для раненых. Сюда поступали раненые со всех фронтов и не спасли наши врачи, Владимирские 156 солдат и офицеров, которые умерли в стенах этой школы. Но 100 вылечных в Владимире всего в целом было порядка 250 тысяч. Эта цифра для 60-тысячного города была очень и очень значимой. Завершился веломарафон на князь Владимирском кладбище. Здесь участники маршрута тоже возложили цветы и зажгли свечи у вечного огня и мемориалов память о павших. Получилось отличное мероприятие, которое, я думаю, станет традиционным. Мы в этом году в Федерации велоспорта запланировали ряд патриотических маршрутов, но это касается городов и весей воинской области. Это будет посвящено 70-летию Великой Победы. Памятные мероприятия продолжились с 10 часов утра на площади Победы. Здесь традиционно возложили цветы и венки и прогремели залпы. Среди тех, кто пришел почтить память героев и ветераны Великой Отечественной войны. Ведь этот день навсегда изменил их жизнь и историю нашей страны. Евгений Анатольевич потерял на войне многих сослуживцев. Три раза был ранен. И сейчас еще осколки потеряли. Тяжело досталась победа. Но мы победили. Главное, что не забываете. И все. Несмотря на то, что Владимир миновали бои, вклад его жителей в Великую Победу неоценим. На фронт ушли 23 тысячи владимирцев. Половина из них не вернулась домой. Карина Трошенская, Артем Горчуков, 6 канал.